Запорожская область стала пилотной для реализации совместного Украина-Канадского проекта «Региональное управление и развитие». И сегодняшний международный форум – один из его пунктов реализации. «Жить исключительно за счет металлургии нашей области уже невозможно», – говорили участники форума. И сегодняшний кризис дал толчок не только для усовершенствования этой сферы, но и для развития других – туризма, промышленности, сельского хозяйства. А у нашей области, считают специалисты, есть для этого огромный потенциал. «Количество людей, количество полезных ископаемых, существующая индустриальная база, отталкиваясь от которой необходимо двигаться вперед, существующие учебные заведения. Есть все необходимые ресурсы, необходимо просто сконцентрироваться на чем-то и сделать какой-то прорыв. Но это задание местных людей, местных властей». Запорожские власти решили сконцентрироваться на трех сферах – экология, туризм и промышленность, что и подтвердил в своем выступлении Александр Син, зампредседателя облгосадминистрации. «Это энергосбережение, реформование житлово-комунального господарства, створение умов для развития бизнеса, развития сельского господарства, развития туризма и экологической безопасности». «Мы ставим задание сегодня, працюючи под этим основным направлением, не столько, скажем так, отбиваться от кризовых явищ, которые сейчас в суспільстве, в регионе, сколько готовить область до периода, когда криза закинчится». Приглашенные канадские и американские эксперты рассказали, как происходят на территории их стран процессы, связанные с развитием экономики. От полной ликвидации металлургийного производства в городе Питтсбург, что в США, до усовершенствования этой отрасли в канадском городе Хамильтон. «Они нашли другие отрасли, которые более устойчивы, скажем, их развитие не столько зависимо, может быть, от разных экономических колебаний, а во-вторых, они усовершенствовали саму металлургию. Они сделали более эффективной, они сделали менее ресурса, энергопотребление менее, они сделали ее более чистой, скажем, с точки зрения экологии». Реализация в нашей области Украино-канадского проекта регионального управления и развития сегодня может дать огромный опыт другим областям Украины. Подвели итог встречи участники форума. Продолжение следует...